К другим темам. Премьер-министр Наталья Гаврилийца попросила у Евросоюза средства ПВО, чтобы защитить воздушные пространства нашей страны. Об этом она заявила в Брюсселе по итогам саммита ЕС Молдова на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В этот же день премьер провела встречу с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанне. Последний заявил, что поддержка Молдовы находится в повестке министров обороны стран НАТО. На прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде мы решили усилить политическую и практическую поддержку Молдове, чтобы поддержать устойчивость и политическую независимость страны. Поддержка Молдовы также находится в повестке дня министров обороны стран НАТО, которые встретятся на следующей неделе в Брюсселе. В свою очередь Наталья Гаврилийца отметила важное сотрудничество с НАТО в нынешних сложных условиях, добавив, что завершены дискурсы о консолидации оборонных способностей. Эта встреча – подтверждение поддержки НАТО в очень сложное для всех нас время после начала несправедливой войны России против Украины. И эта помощь, которую мы обсуждаем, повлияет прямым образом на достижение нашим государством демократических стандартов и внедрение реформ во всех секторах, в том числе устойчивости в области обороны и безопасности. Впрочем, политологи уже отметили, что этот новый этап адаптированной программы пока непонятно, что предусматривает. Также вызывают вопросы формулировкой консолидации оборонных способностей. Напомним, ранее президент Майосанду в интервью изданию «Политиконе» исключила возможность отказа Молдовы от нейтралитета для вступления в военный альянс, добавив, что если это произойдет, то посредством демократического процесса. А глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции Нику Папеску в эфире телеканала «Про ТВ» заявил, что нашего конституционного положения о нейтральном статусе недостаточно, чтобы обеспечить стабильность в стране и в регионе. Нам нужно развивать это сотрудничество, нужно укреплять отношения с НАТО, чтобы усилить возможности в области обороны и обеспечения безопасности страны», добавил Папеску.